В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Лопатинской школе состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Очень удобно пойти по месту жительства и задать интересующие вопросы. Сотрудники ГИБДД провели профилактические рейсы вместно со студентами Московского регионального социально-экономического института. Прежде чем выйти на проезжую часть, пешеход обязан убедиться в безопасности своего движения. В историко-культурном центре школьникам рассказали про зимние Олимпийские игры. Здесь тема преподносится очень нестандартно. В очередной раз представители руководства Ленинского городского округа покинули свои рабочие кабинеты. В Лопатинской школе состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. Побывала на ней наша съемочная группа. Подробности расскажет Максим Козлов. На несколько часов одна из рекреаций Лопатинской школы превратилась в приемную, прийти в которую можно без всякой предварительной записи. Проект «Выездная администрация» позволяет жителям различных микрорайонов Ленинского округа напрямую пообщаться с руководством муниципалитета, представителями различных служб и депутатами, причем самого высокого уровня. Это самый правильный формат. Нам президент последние 20 лет говорит, идите в народ, общайтесь с людьми, понимайте проблематику, решайте те задачи, которые требуют решения муниципалитета, областного руководства. Но если это не решается на уровне муниципалитетов, то надо, конечно, выносить на федеральный уровень. В этот раз задать свои вопросы чиновникам могли жители микрорайонов «Косударев дом», «Видный город» и «Усадьба Суханова». Поддержка предпринимателей, сфера ЖКХ, строительство, работа общественного транспорта или ремонт дорог. На любую тему представители руководства муниципалитета готовы дать исчерпывающий ответ. Очень хорошую новость. Сегодня мне сообщили, что с месяца мая планируют запускать эвакуаторы. Соответственно, все автомобили, которые паркуются неправильно, на газоволнах, на пересечениях перекрестков, на запрещающих, под запрещающими знаками, всех будут эвакуировать. Еще одна ценность такого формата – возможность получить профессиональную консультацию. Житель микрорайона «Государев дом» Дмитрий Гевортов является председателем совета одной из многоэтажек, где назрела необходимость замены водопроводных труб. Некоторые жители отказываются пускать в свои квартиры ремонтников. Сюда он пришел за советом, как поступить в такой непростой ситуации. Как договориться с жителями, как с управляющей компанией договориться, как проводить мероприятия, собрания сделать через электронное голосование. И все было конструктивно. Меня выслушали, записали все мои данные. Ну и будем принимать какие-то меры дальше. Вторая обязательная часть проекта «Выездная администрация» – ответы на вопросы местных жителей, временно исполняющего полномочия главы Ленинского округа Станислава Катарова. Одна из главных проблем тех, кто живет у Расторгуевского шоссе – работа общественного транспорта. Почти каждый день в интернете появляются фото с огромными очередями на остановках. Станислав Катаров озвучил, какая работа ведется в этом направлении. На маршрутах 367 августа, 1201, 1202, еще несколько маршрутов могу перечислить, мы поставили уже совместно с правительством Московской области, именно на маршрутах Мостанцарта, 19 автобусов, 19 машин дополнительных уже стоит. Значит, в течение месяца дополнительно нам поставят еще 25, то есть не 40, а 44 машины. Другая проблема, куда глобальнее ее озвучил житель ЖК «Видный город» Кирилл Воеводин. На всю округу работает только одна школа и два детских сада. Застройщик, компания «Гранель», вроде бы и рад возвести еще ряд социальных объектов, но мешает охранная зона вокруг усадьбы Суханова. Этот вопрос Станислав Катаров обсудит со строителями в ближайшее время. Компания «Гранель» у нас на следующей неделе, Сергей Андреевич, в среду будет, значит, мы уже с ними договорились, и они приедут по всем вопросам, мы с ними проговорим. Очень важно, что я сегодня с ними уже поговорил по телефону, пока ехал сюда, и сказал им, чтобы с проектом зоны охраны они очень внимательно посмотрели, они должны чувствовать наше внимание. У нас проблемным вопросом является строительство школ и детских садов на территории государев дома и видного города. Данный формат, он позволяет жителям непосредственно задать прямые вопросы, не просто написать письмо и увидеть на него через месяц ответ, поэтому очень удобно пойти по месту жительства и задать интересующий вопрос. Почти три часа длилась выездная администрация, и более 150 человек смогли получить исчерпывающие консультации по разным вопросам. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ежедневно на территории Ленинского городского округа контролеры выявляют не только безбилетных пассажиров, но и тех, кто расплачивается за проезд наличными либо денежным переводом. Это нарушение законодательства не только для пассажира, но и для водителя. Такие действия будут являться основанием для привлечения их к административной ответственности. Штрафные санкции пассажирам за безбилетный проезд – 1000 рублей. Водителю за то, что он принимает наличные средства – штраф 5000 рублей. Административно-пассажирская инспекция, подготовьте, пожалуйста, карты, которыми оплачивали свой проезд. Напомним, что оплачивать проезд необходимо при входе в салон общественного транспорта только через специальное устройство – валидатор, которое расположено около дверей. На бесплатный проезд имеют право те граждане, у которых есть льготы от государства, а также дети до пяти лет. Студенты за безопасность на дорогах. Рейд по таким названиям провели сотрудники госавтоинспекции в городе Видное. Помогали полицейским, первокурсники Московского регионального социально-экономического института. Мероприятие было приурочено ко дню российского студенчества. Видновские студенты на практике попробовали себя в роли инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения. С плакатами, призывающими соблюдать правила, участники акции привлекали внимание и водителей, и пешеходов. Нас преподаватели предупреждали о том, что будет проходить акция, и все желающие будут принимать участие, потому что это важно. Участок для проведения акции был выбран не случайно. Пешеходный переход на Советской улице возле Московского социально-экономического института нерегулируемый. И чтобы перейти здесь дорогу, необходимо полностью убедиться в безопасности. Первокурсница Евелина Бабаева это подтверждает, так как ежедневно пересекает проезжую часть в этом месте, чтобы добраться до учебного заведения. Здесь редко пропускают. Мы стоим вот здесь вот и не можем никак пройти, пока не помашем рукой, чтобы нас пропустили. Я считаю, что водители должны чаще пропускать пешеходов, потому что так как стоят и бабушки, и мы стоим, мерзнем, и никак не пропускают нас. Главная задача мероприятия – еще раз напомнить автомобилистам о необходимости снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам. Я обращаю внимание водителей на то, чтобы были культурными водителями, чтобы уступали пешеходам на пешеходных переходах. Ну а в правилах дорожного движения, глава 4, есть обязанности пешеходов. Поэтому нашим дорогим пешеходам мы напоминаем, что прежде чем выйти на проезжую часть, пешеход обязан убедиться в безопасности своего движения. Также в ходе профилактического рейда молодые люди рассказывали жителям о правилах поведения на проезжей части и о необходимости использования света возвращающих элементов, особенно в темное время суток. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальности реализует проект «Свои». Проект посвящен истории межнациональной дружбы в годы специальной военной операции. Его цель – собрать уникальные истории о героизме и взаимовыручке представителей разных народов и транслировать их широкой общественности. Истории станут частью патриотических экспозиций, которые будут размещаться в социальных сетях. Станьте частью проекта, расскажите о доблести наших солдат сегодня. Материалы принимаются на почту свои-собака-дом-народов.ру Лучший досуг в морозное время года – спорт на свежем воздухе. Одни выбирают лыжи, для других – по душе коньки. В историко-культурном центре школьников мотивируют на активный отдых на открытом уроке, посвященном Олимпийским зимним играм. Раз в четыре года весь мир собирается у экранов телевизоров, чтобы следить за ходом зимних Олимпийских игр. Даже далекие от спорта люди аплодируют лыжникам, конькобежцам, хоккеистам и бобслиистам, чувствуя себя так, словно сами присутствуют на трибунах стадиона. Школьникам рассказали о каждом виде спорта, который представлен на зимней Олимпиаде. И лыжи, и ледянки, и тюбы, санки – все это наше детство. А вот сегодня ребята узнают и вспомнят какие-то новые виды Олимпийских зимних игр. Открытый урок длился полтора часа. За это время дети узнали как об особенностях зимних спортивных дисциплин, так и о людях, которые представляли на Олимпиаде нашу страну. Дети отметили, что урок в историко-культурном центре получился познавательным и полезным. Тут много, можно узнать, много всего нового. Тут хорошо объясняют, все понятно, картинки показывают. Ученики отметили, что после лекции возникло желание попробовать себя в разных видах спорта, хотя и сейчас дети ведут активный образ жизни. Я хожу на фигурное катание по выходным, и родители мне наняли тренера и говорят, что я очень гибкая. Ученики посетили мероприятие под руководством Светланы Поповой. Учитель отмечает, такие занятия мотивируют детей на занятия спортом, а также способствуют расширению кругозора. Здесь тема преподносится очень нестандартно, с большим количеством видеороликов, наглядности, поэтому, конечно, это вспоминается. На мероприятии ребята зарядились настроением и желанием проводить свою зиму активно и увлекательно, с пользой для здоровья. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова